Всем привет, ребята, с вами снова я, Гордей, и да, вы наконец-то дождались нового видеоролика, я думаю, по симулятору московского метро 2D. Совсем недавно вышло обновление 0.9.3 на симулятор московского метро 2D. Так вот, я обновил игру, и вот смотрите, у нас добылась полная большая кольцевая линия, а также добылась пульт диспетчера, в связи с чем маршрут вот этот вот Арбатско-Покровская-Филёвская линия была убрана, можно теперь и так перегнать. Ладно, короче, а сегодня у нас будет на эксперименте перегонка Москвы-2020 с Большой Кольцевой на, короче, Некрасовскую линию, да. Вот у нас тут смена маршрута есть, конечно, конечная станция. Кстати, ребята, напишите в комментариях, снять ли мне полную поездку по Большой Кольцевой линии от станции Савёлска до станции Савёлска против Часовой Стрелки. Будет интересно почитать. Ну что, ребята, а мы нажимаем в путь. Ждём, пока у нас загрузится игра. Да, если что, я уже там был, в этой игре, когда я перегонял поезд, эксперимент перед видео, и я даже и не думал, что я видео сниму. Но мне сегодня пришла в голову идея, снять видео, так звук увеличим. Так, свет включать? Не, не надо. Просто обязательно, информатор нам не нужен, в принципе. Ну и погнали. Так вот, ребята, у нас съезд на Нижегородскую пути Нейкрасовской линии. Это у нас будет на станции авиамоторной, нам нужно будет переключить. Гудим просто. Люблю пошуметь в поезде. Ну что? Опять шумим. И погнали! Это гудок, типа предупреждающий сигнал. Ну, до такой степени, я думаю, нормально. Сойдёт. Так. Так, ребята, скоро ждите видеоролик. С... 28-го мая. Я показывала, когда катался на минном поезде Олег Табаков. Так, секундочку. Да, ребята, если меня будет плохо слышно, то извините. Просто звук такой в игре. Поехали. И вот так, я вам рассказываю, там, что 28-го мая была экскурсия Аэра БКЛ. И вот, я на ней был, там подснял немножечко. И там даже подружился с одним человеком. И, кстати, это теперь мой подписчик с 28-го мая. Он ко мне такой подошёл на станцию Марина Роща в начале экскурсии. И говорит, ты что, метро снимаешь? Я говорю ему, да. И вот, я ему дал свой канал, он подписался. Всё, мы теперь друзья. Такс. Вот это станция Сокольники. Кстати, оцените по 10-бальной шкале. Вот, у меня лично оценка 10 из 10. Я бы даже 11 из 10 поставила. Она очень классная. Погнали дальше. Кстати, ребята, видеоролик выходит 8-го июля. Так что, ребята, я снимаю этот ролик специально по симулятору московского метро 2D. Ведь сегодня день московского транспорта. Ребята, всех с днём московского транспорта. В общем, хочу вам ещё рассказать, что сейчас за мероприятие приходит на этой большой кольцевой линии, по которой мы с вами сейчас катаемся. Так вот, с 8-го по 9-е июля будет проходить парад поездов. Это уже второй раз за год. И в прошлом году я познакомился с Метрокрафтером в реальной жизни. Ребята, это не фейк реально. И, кстати, вместо Яузы теперь на параде будет, к сожалению, участвовать шестёрка. Почему я говорю к сожалению? Потому что Яузу жалко. Да, ребята, её, к сожалению, утилизировали. Кому тоже жалко, ставьте лайк. Кстати, вот на этой стороне, на одной, по дну станции... Короче, путевая стена станции Электрозаводская, она вот такая красивая. А на другой стороне, там вообще ничего нету. Там только... Просто... О, вот это звуки, я понимаю. Вот это я понимаю звуки, лишь 60 км в час. Так, прибываем на станцию Лефортово. Она раньше была Некрасовской линией. Теперь Некрасовскую линию укоротили до Нижегородской. Из-за открытия полного БКЛ. Блин! Чё я двери сразу открываю? Я ж без пассажиров еду. И тем более у меня блокировщик дверей стоит. Вы ж сами видите, у меня на контроллере. Так, давайте ещё послушаем эти самые звуки из... 60 км в час. Давайте, пока не поздно. Вот вы сейчас слышали, это новые звуки из 0.9.3. Честно, они мне нравятся, но поставлю оценку 9 из 10. Как вам, не знаю. Кстати, вот на авиамоторной я применила образное выражение 50 оттенков серого. Прям прикольно. Ну что, смотрите, у нас открылся пульт диспетчера. Можем его нажать. И вот, мы сейчас... Вот, сменить путь, это смена пути. То есть это типа за компьютером. Смотрите. Ой. Извините, короче. Давайте АРС пока отключим, чтобы не пищало. Короче, смотрите. Тут у нас путь от авиамоторной на Нижегородскую БКЛ идёт. А мы можем сменить путь? Оп. У нас на Некрасовскую идёт. Всё отлично. Ну что? Поехали на Некрасовку. Вот если у вас вот так вот, вы превышаете скорость, там, ограничение 0, то ничего страшного, скоро это появится на 80. Если вы с авиамоторной на Нижегородскую Некрасовской линии хотите. А тут, кстати, есть ещё и резервное управление. То есть если аварийки будут. Так. Прямо сейчас надо подготовиться к остановке. Хотя у нас дешев... Хотя у нас просто есть. Ну ладно. Нам его надо переключать, ребят, кстати. И если игра сейчас зависнет, то это нормально. Это у нас переезд на другую линию ещё. Вот. Всё. Переезд на другую линию. Не тормози. Итак. Гудок. И всё, ребята. Вот мы теперь на Некрасовской линии. Москва 2020 на Некрасовской линии. Это что-то новое, кстати, ребята. Ну а я, ребята, на парад поеду 9 июля. Так что можете искать на меня. То, что можете искать меня. Если что, на станцию Савёловская прибывает первый поезд в 9.27, если не ошибаюсь. Посмотрю расписание после видео. И напишу его в комментариях, собственно, ретро-поезда, который будет останавливаться. И за ним будет следовать ещё составы. А мы не задерживаемся и отправляемся. Итак. Я там буду с 9 до 12. То есть 3 часика с вами потусимся. Если что, можете и меня искать. В районе там станции Савёловская. Ну, так с вами пообщаемся там. Позадаете вопросы, если у вас они есть. Пофоткаемся. Ну и, в принципе, разъедемся в разные стороны. Вот, ребята, кстати, в новом обновлении добавили реалистичную систему выбега, как в реальной жизни. В поездах. Вот, видите, такая мы на выбеге стоим, а у нас всё равно потихонечку скорость уменьшается. Вот это прям реалистично. Вот за это я игру и уважаю. За новое обновление. Так, вот. У нас станция сейчас будет. Я, честно, не помню все станции вообще Некрасовской линии, но я не знаю, короче. Мост сейчас и будет Окская. Я не помню. Так. Нет, это Стахановская, ребята, это Стахановская. Вот. Можно прочитать. Кстати, ребята, ещё напишите в комментариях, хотите ли вы ролик про симулятор Ленинградского метро. Там тоже, кстати, только вчера вышло обновление. Я его уже скачал и зашёл. В общем, покатался и там, короче, обновление. Добавили поезд Яма в двух раскрасках. Это про симулятор Ленинградского метро. Продлили Невско-Васелеостровскую линию до станции Беговая. Добавили юбилейный, Балтиец и Ладогу. Добавили ещё ответвление дуо Дачное, которое, кстати, было закрыто в СССР и открыто. В Санкт-Петербургском метро это наземная станция. Будем её помнить в игре, кстати, это станция Окская. И там ещё исправили баги. Ну, конечно, как же без исправления ошибок, которые допустили разработчики. Кстати, ребята, у нас сейчас маршрут перегонки до станции Некрасовская. До конечной прям. Просто едем и я вам рассказываю, что я, короче, делаю, что я буду делать. И вообще спрашиваю, нужны ли вам новые видосы. Я думаю, что да, потому что у меня уже, кстати, больше 4 тысяч подписчиков. Спасибо большое. Наша цель сейчас это, конечно же, 5 тысяч подписчиков до конца 2023 года. Если вы наберёте их, то я посмотрю, какие вы быстрые. И я попробую сделать челлендж. Набрать 10 тысяч подписчиков до начала декабря. Не, ребята, это, я думаю, будет жёстко. Так что подписывайтесь, кто не подписался. Это у нас Юго-Восточная. Погнали дальше. Не путайте Юго-Восточную с Юго-Западной. Юго-Восточная находится на Некрасовской, а Юго-Западная на Сокольнической. Да, они вообще в разных концах схемы метро. Поэтому это логично. Юго-Западная и Юго-Восточная. Но я в реальной тоже. В жизни. Да, построено всё. И сейчас у нас будет станция... Так. Сейчас, секундочку, я забыла. А, это станция Косино. Ребята, короче, логика. Опять я полез в дверь. Да что же это такое? Короче. Слушайте. Станция Новокосино открылась раньше на Калининской линии. Ведь да, ребята? А потом открылась станция Косино уже в девятнадцатом году на Некрасовской линии. Это как понимать? То есть сначала должна была открыться Косино, а потом уже новое Косино. То есть новая станция Косино. Но нет, сначала они открыли новое Косино, а потом уже Косино. Вот этого я не понимаю. МОС Метро, вы что делаете? Так, так, так. Заранее гудим. Это у нас станция улица Дмитриевского. Кстати, ребята, мы уже, можно сказать, сейчас в Подмосковье. И сейчас мы направляемся к городу Подмосковье Люберцы. Единственная станция метро в городе Люберцы это Лухмановская. Вот на которую мы с вами сейчас и едем. Кстати. Если что, ребята, кто не знал, то реально в Подмосковье есть метро. Ну, например, как планерная город Химки. Вот. Лухмановская, про которую мы сейчас с вами говорили. Город Люберцы. Ребята, логично, Жулебина тоже Люберцы, я так понимаю. Я... А, не, Жулебина не Люберцы. Я же вам говорил, то что Лухмановская это единственная станция в Люберцах в Подмосковье. Ой, ё-моё. Ну, что ещё у нас будет последняя станция, после которой мы с вами закончим наш видеоролик. Я думаю, ребята, вам понравится. Так, так. Тормози. Всё, прибываем на нашу последнюю станцию в перегонке. Это... НЕКРАСОВКА Я просто ничего не делаю, а за меня просто-просто тормозит. Вот я даже пытаюсь повысить скорость, а у меня не повышалось. Ну что, всё, конечная станция. Можем выключать звук. Потому что вы сами знаете, почему я выключаю. Ну и поехали, в принципе, уже на отстойник. Здесь шифратор тоже можем повыключать. АРС-ку. А я не поняла, это что такое? А, это, скорее всего, оборотник. Поэтому можем дальше ехать себе. Чего? Я не понял, это что сейчас было? Игра забаговалась. Короче, ребята, вот такая вот у нас поездочка. Была перегонка из Большой Кольцевой на Некрасовскую линию Москвы. 2020 из станции Марина Роща на станцию Некрасовская. А кому понравилось видео, обязательно поставьте лайк, подпишитесь на канал. Мне будет очень приятно. Наша цель это 5000 подписчиков до конца 2023 года. Всем удачи, всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok